Всем привет, ребят! Сегодня мы потестим ПП-2011 Кедр Рага, или я не знаю, как это, как правильно читать название. Сегодня мы с вами поиграем РМ на мастерах. Расскажу я вам, какие моды правильно ставить, объясню, почему это оружие не стоит выбивать, либо же стоит выбивать. Если что, вот такие моды стоят у меня, они особо вкачаны, но в целом они дадут понять примерно, что из себя представляет фушка, и будут играть в фулл в риге. Кому интересно. По поводу модулей, ставлю такие модули, глушак, не знаю, нет смысла ставить, будто бы, да. Вот снижать по имени гранина прикольно, прицел такой обычный, и непосредственно снижать задачу тоже поставлю рукояточку. Первый счет вам просмотра видеоролика. Буду благодарен, если бахнете по лайку, а также проверьте подписку на канал. У нас уже практически, кстати, 90, ой, точнее, 100 тысяч, уже практически офигеть. Кто не подписан на канал, буду очень благодарен, если проверите подписку. Обязательно напишите в комментариях, как вам это оружие, вот после просмотра. Напишите, какие моды вы ставите, все комментарии я абсолютно читаю. Поэтому пишите, не стесняйтесь, ребят, общение это наше самое главное, пожалуй, да. Ну все, всем приятного просмотра. Кстати, очень важная информация, многие не в курсе, но админы бесплатно, абсолютно бесплатно раздают донатные пушки, топовую броню, а также скины на персонажей. Просто переходите по первой ссылке в описании, нажимаете «Получить подарки». Дальше вы выбираете, вы новичок, или же у вас уже есть аккаунт, но вы не заходили на него более 30 дней. Зарегистрировавшись по этой ссылке, вы получите аккаунт топовую броню из серии авангарда, а также 4 пушки для каждого класса. На штурмовика Армс 17, на медика В3так, на инженера Сар, а на снайпера АВП. Дальше переходите по второй ссылочке в описании, и тут уже выбираете себе скины персонажей. Если что, ребят, скины очень крутые, они дают плюс 60% скорости бега, то есть это самый лучший показатель в игре в принципе. Рекомендую забрать, наверное, на медика, потому что вепри ВПО, как по мне, самый лучший из предложенных пушек. То есть в современных реалиях, реально с ним можно хорошо играть. А как только вы сделаете 10 побед с этим оружием и с этим скином, вам они достанутся навсегда. То есть вепри ВПО плюс скин отряда медика Абсолют просто на халяву бесплатно буквально за 10 побед. И все вы это получите, всего лишь отрезавшись по двум ссылкам, которые будут в описании. И что немаловажно, на новый созданный аккаунт вы получите бонус x2 к первому пополнению счета. То есть закинув 1000 рублей, вы получите не 2000 кредитов, как это обычно, а целых 4000 кредитов. А закинув 2500 рублей, вы получите аж 10 тысяч кредитов на аккаунт. Просто бум. Поэтому смело создавайте новый аккаунт, либо же возвращайтесь в архейс, потому что сейчас там батл пасс, плюс еще новые события. Короче, просто очень интересно в игре. Ссылки в описании, всем приятного просмотра. Так, медик подырявый запушил, семерка медик. Понял, что-то... Ага, 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 вопросов нет по стрельбе, ага. На семерке, но часокоп заберем сюда, как он рисует. Не ожидал такую позицию, дружочек Бровкин. Кстати, вот что-то голубь, я ему дал. Блин, такой приятный звук, на самом деле, у пушечки. А это шо-диточка, и... Нормально, просто-просто нереальная команда, действительно. Опять в голову, кстати, не шот. Ну, сейчас, да, сейчас такая броня, что в голову инженер вообще, к сожалению, не шотит. Давай, напоследок, меня тоже надо убить, не? Ну, хоть я его убил спину. Короче, да, сейчас действительно тяжело, конечно, инженером играть. И тем более, вот, кедр, да, я еще не сделал, как бы, еще с ним не играл толком. Но сразу скажу, что по факту, вот, нет смысла его качать, там, выбивать, если у вас есть Таврус. Потому что, действительно, ну, по стрельбе я уже чувствую, насколько он, ну, не особо превосходит тот же самый Таврус. Типа, он точно не стоит потраченного времени, которое вы потратите на прокачку, средств, которые вы потратите, чтобы его выбить. Ну, короче, сейчас поиграем, посмотрим, дальше скажу, что ли, как? Нет Америков, нормально. Типа, играю с Итвером, если что. Ну, типа... Самое забавное, что есть инфа, типа, ну, я убил, типа, на зелени, чел смотрит до сих пор арку. Ладно. Ну, блин, я мог всю стройку убивать куршок, побыл бы. Хорошая флэшка. 6-0, просто легчайше или величайше. Ай! Ну, чуть-чуть не успел идти. Плэн 2. Опа! Хорошая флэшка. На! Что-то команда жесткая. Вай! Что ставлю? Бегни еще раз, уличай. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Ну, как они продали Mi 9 просто. трейлерный парк целом игра должна быть интересного экрана состава 3 снайпера у нас у них два поэтому надеюсь что мы я смогу присоединить их двух снайперов разокомплент даем такой смачок под как резю кто пропекает или два века будут стоять план пикать а языка есть подкат пока даем хаешку надеюсь мы кого-нибудь взорвем взорвем я думаю да зигу никто так они музыку зачем брать внутри снайпера не берет целом вопросов нет смоги никто не дает тоже все снайпера просто ебланят смотрите до сих пор нету смоков нет до сих пор классно к роде губ у нас не только подсаживаются они в два снайпера подсаживаются представьте мы в пленту 2 авика подсаживаются вообще-то ай-яй-яй далеко еще через стену просто повезло наш 55 допы пошли поехали но чем упекается просто есть не фух догадался молодец вопрос и просто вопросы фух 2 кого-то дону на смерть хорошо перо катка прям нравится мне которую как это два похода походу на счастливыми да просто мрут у да ну да ну такой бывает вот это да да ну насмерть вами до приняли пятерых я не зачем празднику этого ходу а вот next round уже все уже гг из этого мы проиграем просто напросто раунд 3-2 счет флешки 4 флешки в шоке я троих убил граната что скажете братья болин было бы красиво в прыжке то я не могу сказать что верх один блин пойдет 5 4 до насмерть мы еще выиграем что ли я что я выиграл просто офигеть что я только что естественно естественно даже снилось топ и даже это опыт мне вопросов не у них 302 нжа авик но это было неплохо на самом-то деле братья согласны болин очень хреновая позиция на самом деле пацаны он этапы 416 он тапает меня просто я когда скатываюсь я в полете чел 416 игра я не знаю пацаны какой-то сегодня день просто не знаю несправедливости скажем так наш спадет инженерность америку да что он делает что ты антон спокойно 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 это рм тут туда блин почему почему вот они зашли в плен дали два килла вот я не знаю пацаны клюсь они заходят в плен дают два килла по двойным убивает первый этаж нахрена они стоят стрелем в яме зачем инженер стоят в яме если можешь просто поставить пачку пока никого нету рядом он просто стоит в яме медик стоит в кухне алик тоже в яме в чем логика я не понимаю клянусь что просто пикает соло вот провод говорят сын этот вот это у гири он гений он уникум наше время помните вот он за века пикнул семерку тело остается в клаче 2 в 2 трупы на ж.д. около того и можно просто играть с медиком аккуратно чтобы медикам мог арестовать этот чел просто берет и бежит пикать наши инженера что в голове правильно пилочки все они так чтоб я короче я понял я просто по соли вам будет играю клач почему на втором этаже милика хотите они пони я не знаю почему милик был там вопросу вопросов нет самом деле повезло что штурмик опять сына у гири опять не ну короче этот чел просто гений вот он даже этот раунд смог зарубить я не знаю но замели жестко что они подсадили но они много в плохом тайминге как по мне сыграли то есть я вообще не должен был первый умирать просто надо штурмику начало это спекать потом уже сыграть инженер потом медику но пекается инженер штурмик не попадает мне в бок ну типа хорошо ран на самом деле везение по большому счету нужно штурмик просто ну идиот наш пойдет команда просто жестко что здесь что поделать когда команда жестко ничего просто выигрывать первая пуля в голову чел играет 17 со ската точно скатывался сход объекта человек 7 скатывается с объекта дает первой пулей в голову 17 играл напоминаю что немаловажно чтобы нам не переводить охотят а выиграли слава богу 22 пойдет надо заканчивать прям жестко 30 над деф тела чтобы какие-то шансы появились на победу пойдет попал это попал он мне интересно как это у него мониторе было вот честно я клянусь я я я я в шоке что он попал щас это было очень жестко ну типа это это такой я даже что это я медаме мне страшно я не знаю что это клянусь у меня пуши двух сторон меня никто попал молодец хоть хоть это до свидания пока пока брат пока фух слава богу ребятки выиграли какой-то вердикт вердикт очень прост а если у вас нет лишних финансов нету лишнего времени то эту пушку нет смысла грузить абсолютно потому что это тоже сам факт что это может быть под это х на там чуть лучше но по удобству опять же прицелы особо удобную тарусу намного удобнее таруса есть глушак у этого оружия ставь глушак урон совсем никудышный но в плане чувствуется разница не рекомендую плюс опять же все выиграть там около профессионально если в этом играть на высоких лигах а у таруса огромное превышество это смоки то есть для тех кто умеет пользоваться смоками да и так правило ну все-таки уже люди которые что-то понимают в игре таврус точно будет топ-1 вот потому что ну смогу реально огромное преимущество 20 секунд лишних выигрывает вот так в целом если у вас есть лишние бабки и детальки можете поиграть для коллекции собрать но пушка в целом около проходная опять же от тавруса отличие минимали там какая-то доля может есть процента но в целом то же самое то есть если вы выбить и в отличном от калаша вот вы калаш типа вкачали и это огромная разница между там тайфуном доме ты предыдущий а тут если вы вкачать эту пушку то это будет будет тот же самый товар с по факту до другой скин и так далее а там все ребят спасибо за просмотр подписывайтесь на канал сам был от он всем пока